Специально для Евровидения в Баку, около площади государственного флага, строят новый концертный зал. Да и весь город в ожидании. В этом убедился Олег Коффман. Вот эта дорога, по которой еще сегодня ходят сотни тяжелых грузовиков, уже к концу мая должна стать продолжением Бакинской набережной и Приморского бульвара. А примерно в этом месте будет стоянка и контрольно-пропускной пункт. А вот оставшиеся несколько сотен метров до концертного зала, где и пройдет конкурс, зрители уже пойдут пешком. Этот путь, обещают организаторы, будет легким и красивым. Для этого тут уже уложили тысячи квадратных метров в тротуарные плитки и посадили сотни деревьев. И посадят еще. Ведь работы не прекращаются ни днем, ни ночью. Работы все идут параллельно. Облагораживая территория, прибрежная зона порядка 13-14 километров. Она соединяется с Приморским парком, старым Приморским парком и прогулочная зона. Это необычное сооружение на берегу Каспия и станет главным домом конкурса. Строить Кристалл Холл начали в августе прошлого года, рядом с площадью государственного флага. Когда-то малоосвоенная окраина Баку за 8 месяцев должна превратиться в огромный, более 60 гектаров, культурно-развлекательный комплекс с роскошным парком и причалом для яхт. А использовать Кристалл Холл можно будет и после Евровидения. В дальнейшем здесь могут проводиться соревнования международного уровня, очень высокого уровня соревнования.